МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ему примерно 30 миллионов лет. Такого долгожителя на планете больше нет. Вечно молодой и красивый Байкал. А сколько он еще протянет? Об этом прямо сейчас. Это я, Фетисов. Здравствуйте, и мы начинаем. КРИКИ Серия хоккейных матчей «Ласт гейм» снова в игре. Уникальный мировой проект собрал на Байкальском льду величайших хоккеистов мира. Друзья, встречайте хоккеистов! Легенды нашего хоккея! Фетисов, Якушев, Касатонов, Каменский, Жамнов, Коваленко. Встреча звезд хоккея и сборной Иркутской области способна затмить самое огненное противостояние в плей-офф как по числу звездных имен, так и по зрелищности. Даже лед не выдерживает такого накала. Вот, вот! Благодарю, Байкал! Удачи, оброшу, Байкал! А вот это красиво! А вот это уже красиво! Хоккейный проект ООН с пугающим названием «Последняя игра» уже прошел в Японии, Аргентине, Кении. Всего 14 стран на пяти континентах. И таким образом звезды с мировым именем привлекают внимание к изменению климата, проблемам экологии, а заодно показывают красоту нашей планеты. И какая ледовая арена в мире подходит для российских хоккеистов лучше, чем родной Байкал? Сыграть на лучшем озере в мире, можно сказать, это, конечно, многого стоит. И это история, которая останется в моей жизни. И буду рассказывать своим детям, внукам. Я первый раз здесь на Байкале. Ну, впечатления очень хорошие. Конечно, красота. Но все-таки у нас страна большая, как говорится, и необъятная. На самом деле есть замечательные места. Неповторимые причудливые рисунки Байкала крепко врезаются не только в лед, но и в душу каждому, кто хоть раз их увидел. Чудо-узоры притягивают туристов со всего мира. И с каждым годом желающих побывать на Байкале становится только больше. По туристическому потоку мы видим, что у нас в этом году мы преодолеем 3 миллиона туристов в год. В прошлом году где-то было больше 2 миллиона 600. Но мы готовимся, мы понимаем, что нам еще нужно много сделать, создать необходимую инфраструктуру, кондиционные сооружения, дороги, для того, чтобы, ну, в любом случае, люди будут приезжать, посещать. И здесь есть на что посмотреть. На одной только территории Прибайкальского национального парка разработано 18 пеших маршрутов, где можно увидеть настоящее чудо природы. Незамерзающий исток реки Ангара. Или добраться до одного из излюбленных туристических мест, 80-километровой круга Байкальской железной дороги. Ее проложили в начале прошлого века, прямо в скале. Уникальнейший участок, он называется золотой пряжкой на железном поясе России, потому что и по трудозатратам, по финансовым затратам на ее возведение, это было просто исключительный объект. Фантастические рельефы, замечательная природа, чистейший воздух рядом, Байкал. Это все привлекает сюда сотни тысяч туристов. Как создаются туристические маршруты, способные оградить природу Байкала от человеческого вмешательства? Как развивать внутренний туризм без вреда для экологии? И как идет социально-экономическое развитие региона? Добрый вечер, дорогие друзья. Я благодарен нашим гостям, которые прилетели из Иркутска сегодня специально для этой передачи. Игорь Иванович Кобзев, губернатор, здесь с рабочим, так скажем, визитом. А все остальные – это люди, которые трудятся, живут в уникальном месте. 20% чистой питьевой воды, самый крупный резервуар в мире. И понятно, что нехватка воды сегодня является проблемой планеты Земля. И, конечно, этот ресурс будет серьезным экономическим, политическим и общецеловеческим в плане переговоров нашего президента с внешним миром. Игорь Иванович, это самое красивое место, где мне приходилось играть, вообще, где мне приходилось бывать. Я представляю нагрузку на губернатора, насколько тяжело сохранять этот баланс, баланс развития и сохранение этого величайшего природного богатства планеты Земля. Вячеслав Александрович, я полностью согласен с одним из ваших выступлений, когда вы сказали, что природа не должна терпеть, что над ней, извините, издевается. И я неоднократно говорил, что работы еще много. Нам нужно, конечно, привести и вопросы безопасности. Все-таки это зона очень высокой сейсмичности. Мы понимаем, что и селевые потоки, и вообще возможные разрушения, они имеют место быть. Но в целом мы видим, что такими, наверное, шагами мы идем к развитию инфраструктуры Байкала. И очень много вопросов, которые и находятся на уровне президента. Вот, наверное, за последние несколько лет президент несколько раз упоминал Иркутскую область, город Байкальск, сам Иркутск, Уссули-Сибирск. Вот потрясающий промышленный потенциал, потрясающая природа, уникальные памятники природы, которые сегодня есть на территории Иркутской области. Мы, конечно, гордимся, что там живем. Спасибо. Игорь Иванович, простой вопрос напрашивается. Вы в своем интервью сказали, что 3 миллиона посетителей ожидается в этом году. Антропогенная нагрузка увеличивается на все. На инфраструктуру, на природу, на отношения людей. Каким образом все это проконтролировать? Что же, в общем, должно быть каким-то образом планироваться, стратегически отстраиваться? И как найти этот баланс, чтобы не навредить ни в коем случае природе края и уникальному месту планеты Земля? Вы знаете, очень важно понимать, что каждый посетитель, турист, он имеет определенную цель. У кого-то это, наверное, посещение и знакомство с так называемой дикой природой. Кто-то любит, наверное, более комфортный такой отдых. Вы правильно сказали. Для нас сегодня, ну, наверное, мы немножко отстаем от того, что хочет сегодня турист. Да? И комфортность, и, может быть, отдельно уют. Но уверен, что вот волонтерское движение, которое сегодня развито, в том числе и Всероссийское общество охраны природы, в том числе «Живи на Байкале», их много, более там, у нас 50 общественных экологических организаций. я думаю, что они сегодня должны стать регулятором, который и с точки зрения профилактики и доведения информации до всех, что нужно сделать на этой территории, чтобы, как вы один раз сказали, чтобы мы посмотрели в глаза будущим поколениям, сказали, да, мы сохранили, это ради вас. Вот этот, наверное, девиз, он должен быть в душе у каждого. Умар Рамазанов, директор особо охраняемой территории, заповедная при Байкале. А вот вопрос такой, нагрузка антропогенная с увеличением количества туристов, она каким образом отражается на состоянии заповедника в целом? Хотел бы немножко уточнение. В объединенную дирекцию еще входит Прибайкальский национальный парк, который расположен полностью, Байкал-Оленский заповедник, на объекте природного наследия ЮНЕСКО. Это у нас протяженность береговой линии 590 километров, Байкал 630. 52 населенных пункта входят в границы особо охраняемых природных территорий федерального значения. Хотел бы отметить, что на всей этой масштабности, это 1,420,000 гектар антропогенного воздействия всего 6%. Это населенные пункты, это дороги, это сложившиеся маршруты, которые регулируются, соответственно, государственной инспекцией. И регулируется два года, у нас уже действует интересный проект, это электронная система учета посетителей, которая не выдает больше установленных нормативов. Посещаемость в средней нашей территории, с учетом площадей миллионных, это 200 тысяч туристов, которые могут зайти. Знаменитая большая байкальская тропа, единовременно может 800 человек находиться. То есть ты видишь всех, кто у тебя находится на трассе? Я вижу всех, кто у меня находится на всей территории единовременно. Плюс работают патрульные группы. А если будет 800, первое, что произойдет? Будет составлен административный протокол, данный гражданин будет в рамках действующих норм закона остановлен, составлен административный протокол и вывезен с территории. То есть больше 800 единовременно территории находиться не может, так? Больше 800 на маршруте. На маршруте. Да. Существует разная нагрузка на каждый маршрут в зависимости от расстояния маршрута, от ширины маршрута и в зависимости от почвы. А кто устанавливает? Ну, для наших телезрителей очень важно. Есть приказ 83-й Минпрода России, где установлены нормативы воздействия на байкальскую природную территорию. Он действует именно под специальное законодательство о Байкале. Не ОПТ федерального значения, а еще жестче именно о Байкале. Потому что, если брать расчеты нормативов для ОПТ федерального значения, они там побольше высчитываются. Но, например, Ольхонская часть до Байкала, это остров Ольхоны, прилегающий материковая часть, 2,5 человека на гектар может находиться. Заходишь, регистрируешься, получаешь разрешение. Если ты заходишь с 1 по 2 августа, и тебе система показывает, что нет разрешения, все уже превышено, ты там смотришь, третий тебе предлагается или четвертый. Ты забронировал, взял все разрешения, ты понимаешь, на эти даты ты приедешь спокойно и пройдешь, у тебя не будет никаких проблем по определенным маршрутам. Вся территория распределена все 590 километров на три кластера. Но если увеличение пойдет в два раза, то что произойдет? Программа не пропустит разрешений. Не даст получить больше ни директора, как я, да, руководитель, ни администратора не сможет выдать дополнительных разрешений на посещение территории. Этими регулируется. Скажем, вот мы увидели с воды и с воздуха вот эти уникальные тропы. Они проложены достаточно давно и пользуются колоссальным интересом. Сколько у нас троп таких заповедных, зон? У нас 24 тропы. Есть сложность посещаемой все тропы. Они различные, да, но самые, самые популярные, которые, самые посещаемые, которые занимают 90 процентов. Это, соответственно, север острова Альхон. Это конечная точка острова Альхон. Протяженность 40 километров. Это уникальное место. У нас там стоит скульптура Дашином, такого, которого он подарил при Байкальском национальном парке. Там стоит дерево, которое мы исполнили в 2020 году 777 лет. 70 процентов посетителей посещает остров Альхон. Там 4 маршрута действуют. Соответственно, наша большая Байкальская тропа это уникальная международная тропа протяженностью 50 километров, проходящая через 3 населенных пункта. Начиная от Листвянки, соответственно, заканчивая на Большом Головусном, где мы проводили игру. Вячеслав Александрович, я могу просто вот войти немножко в разговор. Игорь, дайте мы продумим. Просто у нас Юрий Андреевич Козлов на связи. Там у вас уже в Иркутской ночь, поэтому... Юрий Андреевич, привет, дорогой! Привет, Александр Александрович. Это еще одно достояние страны нашей. Заслуженный врач и доктор медицины и лучший детский доктор на планете Земля. Человек, который делает уникальные операции и даже такой уникальный, как опираться внутриутробно ребеночку 800-граммовый. Юрий Андреевич, дорогой, вот у тебя есть возможность жить где угодно. В Москве, в любой стране мира, но ты каждый раз возвращаешься к себе на родину. Чем тебе дорога вообще Иркутская земля, озеро Байкал? Да, вы знаете, мы с вами поиграли на разных полях, в разных странах, на разных континентах и знаем, что лучше, чем русская земля, наверное, не существует. Почему Байкал, почему я отсюда не уехал, хотя бы в Америке, Европе, в Азии. Это все красиво и интересно, но то место, где ты родился, где ты живешь, оно должно отвечать всем твоим внутренним органам, а ты настраиваешься на них с самого рождения. И вот Байкал ты должен соответствовать ему, ты должен быть таким же большим, гостеприимным. Это место, которое на сегодняшний день, я считаю, самое красивое и самое нетронутое на Земле. Космонавты мне привезли, подарили в подарок озеро Байкал с видом из космоса. Вы знаете, оно еще краше там смотрится сверху, потому что большое видится на расстоянии. Ну, а если говорить таким поэтическим языком, Бродского языком, а если рождено в империи родиться, суждено в империи родиться, лучше жить в провинции у моря. Это про нас. Ай, браво! Игорь Андреевич, вот мы видели, как проект губернатора о строительстве уникальной детской больницы, наверное, лучшей в стране, а может быть, ну, не знаю, сравнить нечем, может быть, и в мире. Это же колоссальная ответственность, это и подготовка кадров, это и возможность передать свой опыт тем ребятам, которые под вашим руководством сегодня овладевают этим уникальным искусством. И приятно, что это будет на родине, да, вот такая уникальная больница для детишек. Совершенно верно. Вы знаете, вот со мной девиз «Любовь к детям через современные технологии». Вот вы говорили там в самом начале о том, что мы делаем эндритробные операции, это действительно уже не сказка. Все дело в том, что есть три компонента успеха. Это хорошее географическое место, Байкал, это современные притягивающие технологии и, наконец, лидеры, которые вытягивают все это наружу. Идея зародилась, она давно витала, потому что на постсоветском пространстве за Уралом не было построено ни одной полноценной детской больницы. И вот первый проект, который мы пытаемся реализовать сейчас вместе с руководством Иркутской области, это строительство областной детской клинической больницы. Это будет больница высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи. Уже сегодня мы притянули сюда современнейшие технологии. На протяжении последних четырех месяцев мы реализуем первое в Российской Федерации роботоассистированное операцию у детей. Это фантастика, вы не представляете. Я вот до сих пор не чувствую под ногами земли, потому что все, что мы делаем сейчас с помощью робота, это похоже на какой-то космос. Это тоже стало доступно. Следующее, что мы сейчас развиваем, это, конечно, продвинутые формы изображения, так называемая ICG-навигация, когда в кровеносное русло ребенка вводится специальный краситель индейционерный зеленый, есть специальный аспект вестрит, он начинает светиться. Его накапливают патологические ткани, такие, как, допустим, опухолевая ткань. И мы можем видеть четкую границу между здоровой тканью и больной, что позволяет очень эффективно лечить многие онкологические заболевания. Ну и то, чем мы сейчас вплотную занимаемся, это, конечно, индустрия 4.0, четвертая технологическая революция, метавселенная, наложенные изображения. Ну, это, я думаю, тема отдельной программы, Вячеслав Александрович, в которой мы еще сможем поговорить о темах цифровых технологий медицины. Юрий Андреевич, а какое самое любимое место на Байкале? Есть такое? Есть. Вы знаете, называется на берег Борых Медведей. Там происходят невероятные вещи. На протяжении двух недель, последняя неделя июня и первая неделя июля, на берег Байкала выходит в большом количестве медведей. Один раз я насчитал их два или три года назад порядка 32. Это было лишь на протяжении береговой линии, ну, где-то длиной, может быть, там, 6-8 километров. Это невероятное явление, потому что в этот момент в лесу, в тайге медведю делать нечего, там нет кормовой базы. А вот на берегу Байкала появляется мотыль по названиям таким фантастическим липачан. И вот медведь на протяжении двух недель лакомится этим насекомым. С уважением к доктору относятся медведи? Ну, вы знаете, у нас мы чувствуем силу друг друга, поэтому никто из нас не обижает, не нападает. Игорь Андреевич, спасибо за возможность поговорить, все, что хочется пожелать. Реализация всех планов, они у вас огромные, наследие большого на благо нашей страны. Ну, и с огромным уважением и до скорой встречи. Спасибо за приглашение, благодарю вас. Игорь Иванович, я просто хотел завершить, да, вы правильно сказали нагрузкой, но все-таки я бы хотел вернуться к тому, что сегодня произошло на протяжении последних двух лет. Ну, во-первых, мы очертили те границы населенных пунктов и узаконили. Их 77 на территории, вот именно расположенной вдоль Байкала, территории Иркутской области. Более 35 тысяч человек, которые, в общем-то, могут сегодня по наследству, которое имеет собственность жилых помещений. Очень много было, в общем, споров, поэтому мы их разрешили. И здесь они, как никто другой, должны быть, наверное, наиболее внимательными к сохранению той природы, которая есть там. И нам необходимо в этом плане идти дальше, создавать инфраструктуру, когда жизнедеятельность человека системно уходит и не подвергается сомнению со стороны экологов, надзорных органов. Конечно, это благоустройство общественное пространство. Умар, скажи мне, пожалуйста, антропогенная нагрузка, она же еще и генерирует, помимо всего прочего, и мусор. Я помню, когда мы с тобой летали на вертолете над огромной территорией, видели просто поля, горы, мусоры, которые в особо охраняемых территориях тоже имеют определенный проблем, потому что сжечь ничего нельзя, перерабатывать все эти технологии пока не существует, а вывозить это дорого. Вот таким образом справляетесь с этой проблемой. Да, это в первую очередь экологическое просвещение. Мы, Вячеслав Александрович, в 21-м году пролетали летом, смотрели эти свалки. Мы пошли от простого. Мы вывезли все за Байкальскую природную территорию в прошлом году с ребятами, с региональным оператором. Получилось у нас 11648 тонн, которые мы увезли на полигон за Байкальскую природную территорию. Ликвидировали 8 свалок. То есть весь мусор за пределы особо охраняемой территории. Да, и за объект ЮНЕСКО. Вывезли, у нас осталась на сегодняшний день крайняя точка, это девятая свалка, 60 тонн из 11648. Все остальное вывезли. А также у нас по территории на самых, наверное, популярных маршрутах установлено уже две РСО. Третья устанавливается по раздельному сбору мусора. У нас установлено более 30 контейнеров. Мы стали под лицензию регионального оператора и обслуживаем остров Ольхон по вывозу мусора. У нас своя специализированная техника. Но это все последствия того, что досталось, что достается туристам. Это накопленный ущерб. Да. Во-первых, это все-таки женодзор. Надо понимать, что не просто на Байкале ты не можешь поехать, свернуть направо и встать в бухту. Если эта точка или эта бухта не внесена как допустимую в рекреационную нагрузку. Приедет инспектор, составит протокол и вывезет тебя. А в лучшем случае, в худшем случае рассчитают ущерб. И если будет сумма превышать, у вас будет уголовное дело. У нас масса таких мероприятий. За этот год шесть уголовных дел. Это тоже непросто. Соответственно, когда туристы берут разрешение, там фамилия, имя, отчество, срок пребывания, у нас работает 12 патрульных групп под территорией. Соответственно, если они заезжают на эту территорию и находят какой-то пакет мусора или мусор, мы понимаем, кто там был и там уже работаем с посетителями. 80% посетителей это ответственные люди, которые забирают с собой либо доносят до мусорного бака. Это не может не радовать. Ну, может быть, Вадима Лагунова это не так радует. Человек, который является уроженцем байкальской земли, основателем экологически ориентированных компаний, очень уважаемый человек в регионе, организатор нашего мероприятия. Вадим, мне хочется знать твое мнение. Позиция твоя понятна? Родился там, где родился, там и буду жить, воспитывать своих детей. Кстати, Четыре-пять девочек у тебя? Четыре дочки. Четыре дочки. Нормально. Отношения бизнеса. Потому что не мусорь, не сори, не навреди. Особенно тех, кто там вырос, родился и понимает ценность этого уникального места, но ты же общаешься с ребятами. Какая в этом плане обстановка и отношение к тому, о чем мы сегодня говорим? Да, я как человек, который представляет бизнес своего региона, моя деятельность связана с экологией и непосредственно с бизнесом, который занимается экологическими моментами. Люди разные, бизнес разный, буду говорить про себя. Можно заниматься разными видами деятельности и, наверное, зарабатывать гораздо больше денег, чем приносит бизнес, связанный с экологией. Но это где-то внутри души, внутри головы, внутри сердца есть такая история. Экология, Байкал и сохранение вот этого первозданного мира, первозданной природы, которую нам дал Господь Бог. Я являюсь одним из учредителей регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Мы собираем мусор, вывозим его, сортируем, перерабатываем. Когда говорят, а вы сколько зарабатываете на этом, я вам могу сказать, мы зарабатываем минус. Почему мы это делаем? Потому что наша территория, это наше озеро, и мы действительно хотим, чтобы оно было в первозданном состоянии, и чтобы оно досталось не только нашим детям, внукам, а на многие-многие сотни лет вперед. Вот такое отношение бизнеса. Я сейчас хочу пригласить к разговору еще одного уникального человека, директора гимназии номер два, Дмитрия Рублевского, который, как никто, понимает смысл воспитания, и гимназии номер два, она еще уникальна тем, что она носит статус ЮНЕСКО, это организация, которая отвечает в мире за образовательный процесс, за культуру, за спорт, и понятно, что этот высокий статус не просто так дается. Дмитрий, объясни, каким образом школа в Иркутске получила этот высочайший статус? Эти шесть зеленых премий, это за что, это о чем? Девять. Девять? Да, девять зеленых премий, это за что даются такие? Международная программа «Зеленый флаг», да, мы в ней участвовали уже несколько лет, ну, как раз таки премии, там не премии даже вручают, это вручают зеленый флаг, прям просто зеленый флаг, но это как раз таки за те дела в плане экологического воспитания, которые гимназия делает, ну, это и сбор макулатуры, это различные научно-практические конференции, это сбор батареек, там сбор пластика, научно-практические конференции, квесты, волонтерская деятельность, там можно много перечислять. Вот опыт просвещения, образования детей, вот эти фестивали, кстати, я приеду на следующий фестиваль, поучаствую во всех этих мероприятиях, может, тоже флажок получим все вместе. А есть ли смысл нам этот опыт распространять на всю территорию Российской Федерации? В России существует же большая сеть школ, ассоциированных школ ЮНЕСКО, к которым мы относимся. И между школами, да, происходят какие-то контакты, совместные конференции, конкурсы и так далее. Марк, я слышал не раз, что увеличение даже потока туристов, это дополнительная нагрузка. Прецедент, который, ну, рассматривается, да, хорошо, есть система сегодня у тебя, ну, контроля, тоже опасное дело, да, туризм в дикой природе, не дай бог, что произойдет, плюс вся эта нагрузка, которая требует, ну, больших усилий. Не создав, так скажем, и не снизив антропогенную нагрузку, есть ли смысл там открывать новые территории? Я человек, который родился в Сибири, вырос, да, отучился, отслужил в Сибири, я родился в Тафаларии, это коренные малочисленные народы севера, а нас там не более 900 человек проживает, и можно добраться на вертолете, у меня там живут родители, у меня живет там бабушка, у меня живут братья, сестры, мы все живем, я понимаю, я местный, да, это моя территория, и чувствую проблему людей, которые проживают на месте. Есть зоны коренных малочисленных народов, да, когда там входил какой-то там бизнес, у нас в прошлом году был прецедент с золотарями, да, слава богу, мы победили, я понимаю людей, которые там проживают, я понимаю ту ситуацию с учетом действующих норм, которые возложим, мы же единственная ОПТ в России, в которой действует специальное законодательство, вот есть федеральный закон об охране, об особо охраняемых правдных территорий, вся Россия им пользуется, а к нам еще 94-то об охране озера Байкал, виды деятельности, постановления правительства, и куча, куча нормативных документов, установление границ, это поручение президента, и границы установлены, вот я сейчас говорю про территорию Прибайкальского национального парка, 50-х, те, кто живут, надо им дать их установили, все, они зафиксированы, наша концепция развития, она не предусматривает строительства ни одной туристической базы на территории за пределами населенных пунктов в границах национального парка, наша именно концепция развития Прибайкальского национального парка, да, вот всей протяженности, это именно экотропы, это снижение антропогенной нагрузки, это чтоб люди ходили не по земле, это чтоб люди ходили по обустроенному маршруту, это экология, это линейный объект, который можно переносить, я вот привожу пример, это бухта бабушка, мы ее пролетали, бирюзовая бухта такая, эта бухта была до того вытоптанная, там корни деревьев торчали на 5 сантиметров, мы ее закрыли, она восстановилась на Байкале за 3 года, за 3 года она восстановилась, сейчас радует наших туристов, они приезжают, есть определенная нагрузка. А насчет чего она восстановилась? Ее закрыли полностью, туда 3 года вообще не пускали ни одного туриста, там стоял кордон, сидело 3 инспектора, работали. То есть природа благодатная, благодарная и благодатная в плане там восстановления. Она восстановилась, это был 16-й год, после этого мы его обустроили, поставили настилы под палатки, чтоб на землю не ставили, сделали экотропы, сделали санитарные зоны, поставили баки, и она используется у нас уже получается где-то 7 лет, антропогена, растет трава, богульник, все цветет красиво, потому что люди не сходят с тропы. Человек, ну он разумный, он видит, если есть тропа, он будет идти по тропе, он не будет переходить. Ну люди же едут посмотреть Байкал, они же, понятно, нужен комфорт, ну 20% на 20 тысяч увеличится поток посещения территории при Байкальском нацепарке, у нас нет комфорта, у нас только экотропы, у нас максимум есть места под глэмпинги, развивать туризм гостиничный или комплексный, это я считаю... Зважно антизиозные отели на Байкале в особо охраняемой территории, ну просто... Не, а может они нужны населенных пунктов, ну Листвянка, он существует более там 300 лет, 300 лет вот сейчас будет праздновать, в 20-м году, 300 лет Листвянке. Туда дорога... Вячеслав Александрович, можно вот сейчас прерву, у нас вот вы затронули такую тему, она... Мы хотели сделать перехватывающие парковки перед Листвянкой, но когда... Это бы разгрузило бы, да, ну ту часть, которая... Да, там экологическим транспортом доставляли людей... Да, но когда сегодня коллеги нам сказали, невозможно это сделать, потому что ни рубок, ни... Там, ну, обитают насекомые, да, там, которые... Которые входят там в Красную книгу. Мы убрали эту, и это вот... Вот эта часть вроде как... А чуть дальше... Не получится. Где-нибудь... Чуть дальше... Там она вся вот эта зона такая. Конечно, для меня была бы там идеальная пешеходная зона. Ну, то есть остановил парковки, дальше проезд, дальше пешком, и не нужно вот эти, ну, примеры там экотропа, потому что это наиболее максимальная возможность сегодня, ну, посетить, увидеть, и она ближняя точка. И здесь опять, ну, надо выходить из этого положения, все равно мы будем искать варианты, потому что это наиболее удобная форма. Мы уже жили на Ангаре, правильно, с самого начала, так скажем, да? Да. 40 минут, и мы уже в Листьянке. Ну, зачем ты на машине ехать, когда можно на автобусе или на каком-то электромобиле приехать? Я понимаю, искать надо решение. Извини, пожалуйста. Я хочу тебе один вопрос задать. Твои родители, братья, сестры, хотят, чтобы двухполосная магистральная трасса пришла к тебе в поселок, потому что был комфорт, что сел на машину там и домчался. А каким образом это в дальнейшем, скажется на всю ситуацию? Или они будут жить там, общаясь с природой? Ну, да, у нас там немножко другой подход к проживанию нет. Я вот хотел бы, ну, потому что у нас обычная студия, есть два мнения, надо очень грамотно, с учетом всего, что связано с научным обоснованием, экспертное сообщество, общественные организации, учитывать все эти мнения. Это не должно быть кулуарным, так скажем, рассмотрением, это должно быть в широком паблике. А вот что думают экологи по этой проблеме. Закон об охране озера Байкал, он был принят достаточно давно, в 1939 году, и он устанавливает особый режим, да, этого уникального памятника природы, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И этим законом установлены принципы охраны озера Байкал, которые являются ключевыми, базовыми. Летом прошлого года группой депутатов и сенаторов был внесен в Госдуму проект федерального закона, которым предлагается существенным образом изменить правовой режим охраны озера Байкал. Основное недовольство, связанное с внесением этого законопроекта, о котором я говорю, связано с тем, что фактически эти принципы будут коренным образом нарушены. И, собственно говоря, ставится тогда под сомнением вообще необходимость существования отдельного федерального закона, которым регулируется вот этот особый статус Байкала, потому что во многом режим его особой охраны по сути снимается. Что конкретно снимается этим законопроектом? Предлагается снять первое, разрешить сплошные рубки без каких-либо оснований, в том числе защитных лесов, собственно говоря, которые обеспечивают вот это вот уникальное природный потенциал озера Байкал. Второе, это разрешается перевод земель. Опять же, без всяких оснований, в земли других категорий. Третье, связанное с этим, это возможность перевода их в частную собственность. Все это в комплексе вызывает, я еще раз повторюсь, глубокое возмущение. Все обоснования, действительно, какие-то из них могут иметь место быть, соответственно, где-то есть проблемы с состоянием леса, он заболел, и так далее, возможно, какие-то строительства селезащитных сооружений. Но перечень должен быть закрытой, и не должно быть возможности совершенно бесконтрольно переводить земли, рубить, и так далее, и так далее. И вот это все мы обсудили в рамках нашего Всероссийского общества охраны природы, вынесли этот вопрос на заседание президиума, и президиум принял решение обратиться к президенту Российской Федерации с открытым письмом, с этой озабоченностью, которую вызывает у экологов, у многих экологов, вот этот законопроект и возможно его принятие. Мы написали в своем открытом письме, что по сути можно вырубить практически 68% земель лесного фонда, которые окружают Байкалу, и соответственно, я думаю, что нет смысла здесь кому-то пояснять дополнительно, что это можно с собой повлечь. Конечно, мы сейчас слышим в прессе много уже, что нет, никто не будет, естественно, рубить 68%. Мы сейчас говорим не о том, что будут, не будут, а о том, что будет такая возможность, закон это даст, и может быть действительно завтра не будут хорошо, это будет через год, через два, через три. Сергей, ты общаешься очень плотно с ученым миром, ректорами многих учебных заведений, крупнейших в нашей стране, с Российской академией наук. Как ты думаешь, какая будет позиция ученого мира по отношению обсуждаемой темы? Если мы говорим как научное сообщество, можно ли это оставить в формате закрыть все? Наверное, да, но, учитывая то, что это вопрос интересов государства, наверное, нужно оставить две лазейки. Первое, что любые изменения, которые там могут происходить и не могут происходить по указанию представителя правительства Российской Федерации, и второе, по указанию президента Российской Федерации. Если это с точки зрения интересов государства важно и нужно, то да, если нет, надо защищать эту уникальную вещь и для себя, и для следующих поколений. Тема Байкала это тема, еще раз, касается всех нас. Кто в студии, и кто сегодня смотрит нас, и кто не смотрит, это население страны с присоединенными территориями, это ответственность перед миром и сообществом, это тема, которая требует любого решения, связанного с увеличением нагрузки, научного обоснования, очень серьезного, новых технологий. Игорь Иванович прав, если люди живут, и у них нет школы, там мы видели пример, значит, нужно использовать технологии, которые в мире сегодня применяются в таких зонах, которые не нанесут никакого ущерба, при всем при том, что можно получить дополнительный комфорт людям, которые живут. Это очистные сооружения, о чем говорил Игорь Иванович, это обязательно сегодня составляющие благополучия озера Байкала на ближайшую перспективу. Ну и, конечно, это ответственность людей, которые живут, которые приезжают туда погостить. Поэтому я считаю, что вот это обсуждение, которое будет в ближайшее время происходить в Государственной Думе, как раз должно быть дать ответ на все вот эти вопросы, которые мы сегодня с вами обсуждали. Я думаю, все вместе постараемся сделать таким образом, чтобы решение было принято не разделяющее общество наше, да, ни в коем случае, а наоборот, консолидирующее. Есть понимание того, что уникальность этого места, озера Байкал, это будущее наших детей и внуков. Это я, Фетисов. Увидимся через неделю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...